Всем привет! В эфире Универ Ньюз, а в студии Анастасия Попова. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. Стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Мамадышские школьники познакомились с Казанским университетом. Новые звезды. Что о них известно? Ректор Кафуэль Шадгафуров принял участие в заседании Национального совета Всемирного конгресса татар. Представители татарской нации из других регионов России и зарубежья выступили в онлайн-режиме. Вел заседание вице-премьера Республики Татарстан председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шихразиев. Он представил участникам проект обращения к татарской нации в связи с грядущей всероссийской переписью населения. Другим новостям. 18 января в Татарстане стартовала массовая вакцинация от новой коронавирусной инфекции. Российская вакцина от COVID-19 «Спутник Ви» уже поступила в университетскую клинику Казанского федерального университета. Подробнее смотрите в следующем сюжете. По последним данным, сегодня в мире выявлено более трех миллионов случаев заражения COVID-19. Основными симптомами новой коронавирусной инфекции являются высокая температура, потеря вкуса и обоняние, боль в мышцах и легких. При обнаружении у себя признаков болезни следует незамедлительно обратиться к врачу. На шестой день неожиданно подскочила температура, значительно до 39. Я обратился в нашу клинику, нашего университета, и они мне дали команду, даже не предложили немедленно собраться и приехать. Там уже как бы начало выясняться, это КТ, это 38% заражения легких. Ну и здесь уже вот 9 дней я прошел курс такого интенсивного лечения. В основном COVID-19 передается воздушно-капельным путем. Однако заразиться можно и контактно, через поручни в общественном транспорте. Течение болезни протекает как в легкой бессимптомной форме, так и в тяжелой, с большим процентом поражения легких. Это такое состояние необъяснимое. До потери сознания. Такого у меня никогда не было. Но, слава Богу, благодаря врачам, мне удалось выйти из этого состояния, избили температуру. Но это был довольно такой случай тяжелый. От этого, наверное, просто так беречься, соблюдая дистанцию, и другие меры передосторожности, это, наверное, не удается. Поэтому самый лучший, конечно, вариант – это, наверное, прививаться и быть уверенным, что в ближайшие какие-то полгода у тебя есть надежда, что этого не повторится. Вакцинация – это один из самых эффективных способов создания как индивидуального, так и коллективного иммунитета при многих инфекционных заболеваниях, в том числе при коронавирусной инфекции. Вакцина «Спутник ВИР», разработанная научно-исследовательским центром имени Гамалея, уже поступила в университетскую клинику Казанского федерального университета. Задача вакцины от COVID – создать иммунную прослойку населения, потому что, да, есть уже большой процент и переболевших людей, но, к сожалению, есть еще и очень большая группа не переболевших людей, для которых потенциально высок риск инфицироваться. Плюс много говорится сейчас о мутациях вируса, да, которые тоже могут привести к более тяжелому течению коронавирусной инфекции, поэтому создать эту прослойку иммунную очень важно. Вакцина – это не новость какая-то, это известный способ профилактики, который уже, да, 17-18 века активно, мы знаем, и такие уж мировые, да, истории борьбы с инфекцией с ОСП, и с полиомиелитом. Поэтому тут надо принять эту ситуацию и каждому для себя понять, что сегодня важна человеческая жизнь, а для этого должна быть правильная профилактика. Диана Латышева, Ленарда Влетьяров, Фарид Захит Аглы, Универньюс. Если вы ученик старших классов, пора задуматься, куда пойти учиться дальше. Вузов много, а выбрать нужно только один. Старшеклассники из Мамадыша вплотную подошли к этому вопросу и познакомились с Елабужским институтом Казанского университета. О деталях в нашем сюжете от елабужских коллег. Елабужский институт Казанского федерального университета посетили старшеклассники Мамадыша. Более 40 будущих абитуриентов стали участниками ознакомительной экскурсии по университету. Это все ребята заинтересованы в поступлении в Елабужский институт Казанского федерального университета. Мы попытаемся сегодня для них, во-первых, раскрыть все новинки и фишки приемной кампании 2021 года. Ну и, конечно же, обязательно познакомить их с нашим любимым институтом. Гости посетили музей книги, научно-читальный зал, где увидели раритетные издания и современную работу библиотеки. В студии цифрового образования любой желающий мог почувствовать себя преподавателем, записывающим онлайн-лекцию с использованием интерактивных материалов. В актовом зале университета школьников ждала встреча с директором института Еленой Мерзон, которая подробно рассказала о новой индивидуальной образовательной траектории студентов и оснащении университетского комплекса. Вы получаете диплом Казанского федерального университета. У нас есть в составе университета столько всего, чего, в общем, может быть, многие вузы педагогические точно еще и не имеют. У нас своя школа, где почти 500 детей учатся. У нас свой центр технического творчества, где 400 детей учатся. У нас свои замечательные мастерские лаборатории, у нас столько зданий, в каждом из которых создана своя инфраструктура, цифровая образовательность, среда, все возможности для получения образования. С историей университета выпускников познакомили в Музее истории Елабужского института. Об особенностях приема в 2021 году в конференц-зале рассказала начальник отдела приема абитуриентов и работы с иностранными студентами Олеся Ошкина. Ребята смогли оценить учебный зал суда для будущих юристов и современное оборудование лабораторий. Абитуриенты, желающие присоединиться к экскурсиям, могут обратиться в приемную комиссию вуза. Дина Григорьева, Денис Сипайлов, Радик Загидулин, Универ Ньюс. Молодые звезды можно найти в гигантских облаках молекулярного газа и пыли, разбросанных по всей нашей галактике. Эти регионы могут производить несколько звезд одновременно, сотни за раз. В среднем в нашей галактике Млечный Путь рождается одна новая звезда в год. Но ученые Казанского университета обнаружили образование нового типа звезды. О находке ученых узнаем в нашем следующем сюжете. Ученые Подсдамского университета и Казанского федерального во главе с Лидией Аксиновой сообщили об образовании звезды нового типа. Звезды средних размеров прекращают свое развитие, отбрасывают свои внешние оболочки и преобразуются в небольшие и неяркие белые карлики. В галактике существует множество таких образований, и они часто создают двойные системы. Большая часть звезд рождает, живет и, соответственно, умирает в составе двойных и кратных систем. И, соответственно, когда в финале эволюции у нас остаются два, например, белых карлика, но, тем не менее, без источников термоядерной энергии, эти объекты продолжают, в соответствии с законами Кеплера, вращаться друг вокруг друга. Но постепенно они сближаются, и может произойти их слияние. В таком случае происходит вспышка термоядерного взрыва. Это и есть образование одного из видов сверхновой звезды. Дальше объект разрушается. Уникальная звезды нового типа состоит в том, что после взрыва большая часть вещества звезд сохранилась. Новая необычная звезда — это результат слияния. Более удивительно то, что этот объект превышает массу максимально разрешенного белого карлика по 1,4 массы Солнца. Но такие объекты все равно неустойчивы, и теория предсказывает, то есть теория, на самом деле, предсказывала, что в ряде случаев такие объекты на какое-то небольшое время могут образовываться, но в конце концов они все равно коллапсируют в нейтронную звезду, и тогда, вероятно, произойдет еще одна вспышка, еще один взрыв. Чонный продолжит исследование нового объекта, но так как масса нового образования выше массы Солнца, то звезда продолжит эволюционировать и превратиться в другой объект под воздействием гравитационных сил. Энджима Небаева, Универт Ньюс. О погоде. Температура в центральных областях и в районах Поволжья, а также местами в северных регионах, держится ниже климатической нормы на 8-12 градусов. Хотя мороз в ночь на 19 января несколько ослабел из-за облачности и с юго-завода потянуло теплом. Пока поток теплого воздуха недостаточно уверенный, поэтому мороз задержится еще на 1-2 ночи, особенно на юге центрального округа и в Поволжье, где аномально холодная погода сохранится до середины недели, до 20 января, а в Поволжье – до 22 января, сообщает Росгидрометцентр. На этом все. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова